Ну, письма, там, да, терминов сколько, да, поэтому для этого у нас существует, чтобы не было разночтений, потому что банка же такая же точная, как бы, как и физика, деньги любят такой точный же счет, поэтому здесь вот не должно быть никаких разночтений, там, никаких это, чтобы все было ясно и понятно. Во-первых, у нас, когда вот именно не все же обладают этими, в общем-то, ну, сейчас вот приходит молодежь, да, они же, ну, многие заканчивают на государственном языке института, они, как бы, уже обладают уже этой терминологией, вот, потом есть, я же говорю, у нас есть управление переводов, где вот эти термины, они, в принципе, человек, если что-то не понимает, он может зайти и посмотреть, как это называется, в общем-то. И потом, основные такие вещи у нас уже разработаны, они уже есть типовые, вот, даже люди, например, сотрудники, которые обслуживают население, у них обязательно в компьютерах стоят драйверы, ну, есть IT-приложения, по которым мы обслуживаем, обязательно к этим IT-приложениям есть драйверы на казахском языке, ну, чтобы, соответственно, они там, есть стандарт специальный, государственный, вот, соответственно, стандарт у нас, предусмотренные ко всем IT-приложениям, которые связаны с обслуживанием населения, у нас есть драйверы, поэтому здесь никаких трудностей нет. Улучшилось положение дел по внедрению госязыка в региональных филиалах банка. Если раньше обучение проводилось с помощью привлечения учебных центров и изучения языков, то сейчас все работники имеют возможность обучаться дистанционно. Работа в этом направлении, конечно, будет продолжаться, ведь это играет огромную роль в развитии банков как максимально клиента, ориентированной финансовой компанией, удовлетворяющей все потребности своих клиентов. Имеется утвержденный план мероприятий до конца текущего года, в котором конкретно по датам расписаны важные мероприятия и определен круг ответственных лиц. На персональных компьютерах работников банка установлен электронный переводчик Тальмаш. Данное программное обеспечение оказывает большую помощь в изучении работниками банка казахского языка. Им успешно пользуются ответственные работники заведения дел производства на двух языках при переводе документов на госязык. Если клиенты обращаются на госязыке, то, естественно, обслуживаются на казахском. Такова реальность, а если на русском, то по-русски. И здесь виноват не банк, говорят банкиры, а потребители, которые из-за недостаточного знания казахского языка или по причине безответственного отношения к родному языку сужают его сферу применения. Требования к знанию казахского языка не менее строгие в частных организациях, чем в государственных. И здесь ведется полный контроль за исполнением закона о языках. Регулярно проверяются сотрудники во время аттестации при приеме на работу, а также проверяется документация. Зачастую, обращаясь за услугами, мы сами способствуем развитию родного языка. Дело в том, что организации работают на языке обращения. Следовательно, чем чаще мы будем использовать казахский, тем больше и лучше будет его применение. И винить кого-то в том, что нас плохо обслужили, будет неправильным. Причину нужно искать только в самих себе, уверены специалисты. От нас зависит уровень языка. Стремление изучать языки должно восприниматься как естественный процесс. Нас до сих пор удивляют те, кто знает несколько языков. А вот владение родным языком должно быть обязательным. Это мы должны требовать от себя самих в первую очередь. Знание английского, французского, итальянского похвально. Но вот не владеть при этом своим родным языком просто стыдно, убеждены наши герои. Знание языков, наоборот, обогащает. Я, например, когда за границей езжу, я хожу, например, тоже не совсем это удобно даже. Какие-то элементарные вещи, хотя я нынешний учил английский язык. Но мы в то время обучение, сами знаете, какое было. Ну, не хватает естественного языка. Потом, честно сказать, вот зная казахский язык, в принципе, у нас многие в Турцию ездят, да? Можно с ними побеседовать там. Я вот раньше в молодости был в Югославии, там очень много албанцев же. Вот с ними мы тоже общий язык находили там. В принципе, можно поговорить. Ну, за кавказскими народами там вот с азербайджанцами можно, да, поговорить. С иранцами можно поговорить, можно понять. Поэтому, ну, я же не говорю про азиатские республики, которые наши соседи, вот. Но, во всяком случае, тоже это солидное такое население. Тем более, я говорю, турецкий язык тоже интересен, да? Ну, в смысле, понять можно. Развитие казахского языка имеет большое значение в банковской системе. Для этого проводится целенаправленная работа во всех банках второго уровня. Ведь знание языка в первую очередь гарантирует доверие клиентов и успешную работу. При приеме на работу обязательно учитывается знание казахского. Предпочтение отдается именно этим кандидатам. Так как в банке ведется прямая работа с населением, то без владения языка невозможно грамотное и качественное обслуживание клиентов. В последние годы, как отметили специалисты, количество жалоб на некачественное обслуживание на казахском языке значительно уменьшилось. Но это не значит, что проблема полностью решена. Большинство работников – молодые и целеустремленные менеджеры, вчерашние выпускники вузов. Это современное поколение, выросшее уже при независимости. И знание казахского для них вполне естественно, и неотъемлемая часть жизни и карьеры. Они убеждены, что язык – это двигатель в деловой и общественной деятельности, и без него успеха не достичь. Наш банк не является исключением в применении закона о языках. Мы также стараемся исполнять этот закон, в частности, при обслуживании своих клиентов, при операционном обслуживании, при консультации. Мы стараемся давать информацию своим клиентам на том языке, на котором клиенту удобнее общаться. Вся информация в банке, размещенная на информационном табло, будь то ли режим операционной работы, либо какие-то условия по тарифам или банковским услугам, вся эта информация размещается обязательно на двух языках – на казахском и на русском. В этом плане, конечно, мы стараемся предоставлять всю полную информацию на том языке, на котором удобно клиенту воспринимать эту информацию. В целом о применении казахского языка можно не беспокоить. Заверили нас герои программы. Все процессы и операции ведутся в первую очередь на казахском языке, и уже потом, по мере необходимости, на русском. А дальнейшее расширение сферы употребления государственного языка требует соответствующей языковой подготовки кадров, которая со временем должна стать обязательной нормой для всех категорий служащих, независимо от квалификационных требований и функциональных обязанностей. С этой целью необходимо создание централизованной системы обучающих курсов, основанной на единой учебно-методической программе. Базовой организацией для формирования таких курсов может стать Республиканский центр ускоренного обучения казахским языку при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. В нашей республике в настоящее время сформированы правовые основы для успешной реализации функционального развития языков. Процессы языкового строительства находят понимание и поддержку в обществе. Между собой сотрудники общаются в основном на казахском, тем самым стимулируя других, не владеющих языком, изучать его и тем самым вливаться в коллектив. Благоприятную языковую среду создают и сами клиенты, приходящие за получением услуг. И тут уже перед сотрудниками стоит задача не просто знать казахский, но и суметь грамотно и качественно предоставить информацию. Развитие пропаганды казахского языка, несомненно, является делом государственной важности. Язык каждого народа – это общая человеческая ценность. Но, к сожалению, мы пока не можем сказать, что казахский язык полностью внедрен в финансовый сектор экономики. Многое зависит от знания специалистов, терминологии и степени их владения госязыком. Вновь изданные русско-казахские словари в основном не востребованы. Многие из переведенных терминов остаются на страницах словарей без применения. Специалисты стараются в основном использовать удобные и понятные всем термины с других языков – кредит, депозит, инвестиции и другие. Чтобы вести делопроизводство на казахском, специалисты должны в совершенстве им владеть. Знание казахского языка является объединяющим фактором всего нашего многонационального народа. И об этом должен помнить каждый из нас. Казахский язык – это гарант успеха в карьере и залог стабильного будущего. Конечно, именно изучение, углубление языка способствует разговору именно в общении, именно в дальнейшем идет развитие. И поэтому, начиная с семьи, именно молодому поколению сейчас больше уделяется внимание, потому что они будущие нашей страны и опора. Поэтому именно как молодым им легче в изучении казахского языка государственного. Поэтому сейчас большое внимание им уделяется. Однако, несмотря на достигнутые результаты, стоит отметить, что уровень реализации потенциала казахского языка в работе органов все еще недостаточный. Поэтому одной из основных задач хода реализации программы развития языков является подготовка квалифицированных кадров. В свою очередь, расширение и укрепление социально-коммуникативных функций казахского языка требует решения следующих задач. Обеспечение функционирования госязыка в качестве языка управления, совершенствование нормативно-правовой базы и принятие мер для овладения служащими казахским языком в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей, а также обеспечение функционирования казахского в качестве основного языка делового общения. Наша программа подготовлена благодаря поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok